Здравствуйте, уважаемые соотечники! Мы сегодня в эфире будем выступать совместно с Барлыком Миндегазиевым и Замабеком Тюлилиевым. Он представляет координационный штаб оппозиции. Наверное, мы комментарии оставим. Не будем выключать комментарии, чтобы видеть, какие вопросы будут задавать нам люди. Пока они еще не присоединились. А вот Тливлек я вижу. Вот я его подключу. Сейчас Замабек подключится. Всем здравствуйте! Я, Замабек, не успел еще ничего сказать. Я сейчас сказал, что поздоровался, сказал, что мы будем сейчас вместе с вами и с Барлыком Миндегазиевым. Все, что я успел сказать. И вас я присоединил. У нас здесь Замабек будет и модерировать, нам предоставлять слова, комментировать, обращаться, делать обращения, заявления. Это один из координаторов координационного штаба оппозиции. Мы сейчас расскажем, что такое координационный штаб оппозиции. А вот я вижу Барлыка. Он вам еще запрос не отправил? Я пока его не вижу. Я здесь его в эфире вижу. Оппозиция. Я вижу Барлык. Я вижу. Почему? Я вижу. Барлык. Я вот его вижу. Он здесь. Запрос не отправил. Запрос почему-то я его не вижу. Барлык, там у вас есть на экране телефона есть смайлик видео. Там есть ключик. Нажимаете туда, нажимаете отправить запрос. Ниже, там где добавить комментарий есть, должно быть видео. Не видим, да, его? Он в эфире сидит здесь, нас слышит, видит, но не подключился еще. Мне запрос пока не приходит. Я не вижу его. Махтар Кабулыч, вы можете сделать так. Там, где написано прямой эфир, нажимаете туда. Если ниже спускаетесь, там вы увидите Барлык 2020. Рядом будет три точки. Возможно, через три точки вы сами можете пригласить в эфир. Так, я сейчас в микрофон написано. Так, еще раз повторите, что мне нужно нажать? Сверху есть прямой эфир, там где написано 233 человек, нажимаете. Прямой эфир я нажимаю. Да, там видны те люди, которые нас смотрят. Видите? Я на прямой эфир нажал. Ну, снизу я вижу, кто тут. Люди, да? Люди я вижу, кто тут. Да. Ниже спускаетесь, находите Барлыка. Нажимаете три точки, добавляете его вот так вот. Так надежно. Барлык я не вижу все равно. Так. Так. Масторами. Так. Люди в свои комментарии пишут, я уже их вижу. Да. Ну, почему-то я не вижу Барлыка. Так. Сейчас я ему попробую в Телеграме позвонить и обратно подключусь сюда к вам. Давайте. Я пока начну говорить, что такое координационный совет. Окей. Значит, я сегодня хотел бы пояснить, что мы сформировали, точнее, координационный совет. Совет оппозиции. Сейчас я более подробно об этом расскажу. Затем добавит Замамбек. Барлык тоже расскажет. Я все предыдущие две недели рассказывал о том, что после падения режима будет организовано временное правительство. И вот, собственно, это временное правительство формирует координационный совет оппозиции. И сегодня, я думаю, есть смысл подробно обсудить. Я буквально перед эфиром опубликовал в виде плакатов. Проект программы Координационного совета оппозиции Казахстана он называется. Вот. Что-то у нас с эфиром. Я не вижу. Почему я не вижу? Вот я вижу, кто присоединился. Много разных людей. Ну, вот Люли его вижу. Опять вижу. Ну, не вижу. Барлыка не вижу. Давайте посмотрим Барлыка. А, вот Барлык есть. Принять пишу. Это Барлык, да? По-моему. Еще раз нужно. Теперь Замабег надо так же сделать. Вот. Принять написал. Вот Барлык пришел. Хорошо. Ага. Здравствуйте всем. Вот Акабуль. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. О. О, все получилось. Да. Ну, вот. Замабег, давайте вы модерируйте. Я. Саламат Сандерман. Хурмейтта Хазахстан. Хурмейтта Достар. Бывунга Скили Ефирде. Мен. Модератор есть. Заман бекреулеем. Және де, Аосы, Қазақстан глали оппозиция, Ильист Roland умери. Осы На одном этапи cal- Lum Thought한 мете mirror ydd ген, Продолжение следует... 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 что эта программа была написана абсолютно точно, никаких иллюзий. Доверять Токаеву невозможно. Давать ему время уже прошло достаточно время. Теперь, смотрите, получается, что есть немало людей, которые говорят, а нет никого, кроме Токаева. Так вчера вы говорили, что нет, кроме Назарбаева, сегодня нет, кроме Токаева. Ответ очень простой. В репрессивном диктаторском режиме по-другому не бывает, потому что этот режим никого не пускает. Ни на выборы, ни на парламентские выборы, ни на президентские. Сейчас клоуны. Поэтому формат такой. Если те общественные деятели, которых поддерживают тысячи людей, они разделяют эту программу, и главное, что они действительно осознают, что Токаев — это преступник, и что нам нужно построить парламентскую республику, мы их приглашаем в состав этого координационного совета. Мы говорим, что временное правительство будет работать всего лишь 6 месяцев, никакой узурпации власти не может быть. Затем новый парламент проголосует, и будет сформирован однопалатный парламент, в конституции будут внесены поправки, должности президента не будет. Вся эта программа публично озвучена, я не хочу сейчас детально на ней останавливаться. Я хочу единственное сказать, что эта программа как раз является платформой, где мы можем объединяться. Не могут объединяться люди против Токаева с теми, кто за Токаева. Не могут объединяться люди те, которые считают, что Назарбаев Токаева нужно арестовать, и они преступники. Другая часть говорит, а давайте мы подождем. Не могут объединяться. Поэтому, уважаемые друзья, объединяются только те, кто разделяет эту программу. Вот что я хочу сказать. Ну, у меня пока все. Спасибо, Мухтар Кабулович. Уважаемые друзья, я коротко расскажу на казахском языке, что такое Координационный совет аппозиции Казахстана, кто входит и кто может входить в дальнейшем в этот совет координационный. Я говорю, что я хочу сказать, Продолжение следует... 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 разного рода, например, говорят вот в частности постоянно, да, что такое Координационный Совет, вот Таркабулович объяснил и кто в этот Совет входит. И также у нас немало сторонников и наших граждан задают нам такой вот вопрос почему вы не объединяетесь с Серегжаном Бляшем, почему вместе с ним не работаете. Ну вот такие вопросы. Прошу Барлок, если вы можете ответить на этот вопрос. Мен, Серегжан, Белашты, баякдан таныймын. Біздер ол қысы қырғау қызбеттен бірге Америкада айналысамыз. Ол қысы Назарбаевтын, Тукаевтын қылмыстық режимге қарсы, нағыз, кұрыскер. Бірақ бүгін Қазастанда және бүкіл әлемде замандарды өзгерді. Қантардан Назарбаев пен Тукаев қазақ халқыңыздың қаныны қолдарды майлаған. Содан гейін сайлаға, сайлаға байкот жаса бұл қолмысты кереге қарсы тіпті жымыс істемейді. Біз Серегжан мен бірге көп сөйлестік, көп кездестік. Мен көп Серегжанға айтым. Серегжан, біздер тек қана бір жол бар. Алға шығып, көшіге шығып, бұл режимнің құлату жолы. Сол сібепте Серегжан Белашылының атажұрт партийның жетікшісі ретінге бізге оппозициялық координационның советқа қосылға шақырамын. Бұл менім тікелей Серегжан Белашға өтініш деп әсіптейміз. Да, рахмет барлық, өте көп-көп. Өтінішіңізге жауаптерген жауабыңызға. Ә, құрметті қазақстандықтар көп деген біздің қазақстандық бауырларымы Серегжан Белашылы мен несебетті бір песіндер деген сұрақтар қойып айтып жатыр. Енді осы эфирді пайдылана отырып, мен де Серегжан Белашылына кішігірім өздің деуіні жолдасамба деп едім. Ол қысына қазақстанда да тұрған кезе талай көрбі отыратымын эфирдерін. Ол қысы қазір Америкада тұрған осы Назарбаевтың құрған жемкор жүйесіне қарсы өзінің жақтастары өте қазақстанның ішінде біраз жақтастары бар. Сол жақтастарымен бірге өздің қатарымызға қосылып осы қазақстанның оппозициясының үлестір кенесіне қосылып программаларды, бағдарламаларды қалыпқа жеткізіп, осы жермасыншы қараша ғыны бізбен бірге осы білікті өзгертуге атсалысуға шақырамыз. Я, солай, мұнда сұрақтар қойызатыр, көрметті достар, сіздердің сұрақтарыңызға жауап бермесі құрын, эфирді бүгінгі айтатын программаларды толп бетіріп тастайық, содан кейін сұрақтарға көшеміз. Мактар Кабулыч, тут в частности задают насчет 20 ноября вопрос, что нам делать на выборах и так далее. Да, я сейчас это озвучу, но я здесь увидел вопросы, кроме Сережана Белаша и по Ержану Кругумбаеву. Я хотел бы сказать, что вот и Барлак, и Заманбек уже озвучили прямое обращение к Сережану Белашу, у него есть безусловно свои сторонники. Мы его приглашаем, войти в состав Координационного Совета. И завтра, когда вы будете спрашивать у нас, если состав наш Координационного Совета не вошел в Сережан Белаш, вы эти вопросы можете переадресовать ему прямо лично. И пользуясь этим моментом, я просто хочу прямо сделать обращение к Сережану Белашу. Сите, сез мені тындамасаңызда, кәзіріз осыдан кейін жаңа YouTube-ті запиш шығат, тындайтын шығасыз. Біз сізді жаңа осындай тіркелетін, жаңа бізді көріңізді жаңа бізді жаңа бізді шахрамыз, бірге болып, бірге бізге хосылып, на білікті хуатамззіп, сонай ойымызга хосылымыңыз, бірге болыпыңыз. Йэнды второй челавек это Ержан Тургумбай. Бой Ержан Тургумбай, я скажу следующее, мы его приглашали Координационный Совет, мы с ним работали, и мы все убедились, что этот челавек на самом деле работает на режим. Он приезжал один раз ко мне в Париж, я за ним внимательно наблюдал, встречался. Сейчас во всех СМИ казахских под контролю власти говорится о том, что якобы Мухтар Аблязов сотрудничает с Путиным. Это, конечно, смешно, когда режим Путина мне дал заочно 15 лет. Три с половиной года я просидел в тюрьме, когда меня пыталась экстрадировать Россия, и им отказали. Генеральная прокуратура России сделала заявление, что они приложат все силы, чтобы меня экстрадировать в Россию. Они прекрасно понимают, что я враг режима Путина. И сейчас я вижу, что Тургумбай активно объединяет, говорит тоже те же самые слова, что и наш режим, что якобы Мухтар Аблязов, агент ФСБ. Это смешно, и такого рода согласованные действия говорят о том, что это просто наш враг, Иржан Тургумбай. Иржан Тургумбай беликан адамы, мы знаем, что мы знаем. Мы знаем, что Он сказал, что беликан бриге жмут севжер. Мухтар Аблязов, ФСБ-агент, который знает, что 15 лет в России в России. Сонимен, айтан сөздер кулькуле, оған ешкем сенбейді. Берем береміз түсініміз керек. Иржан Тургумбай дай, осындай, Европаға жевереп, казыр, Италия датыр, политический увешалдын дейді. Бірақ, оны арамызға сонда жеверген, арандады дұшу адам, провокация жасап, арамызға, бәріміз қарсы болып тек, сонда жұмыс істеп жүр, ол бейліктің адамы. Бен тікейлей кердік, қазір ашы қайтып отырдың. Ол біздің жауымыз. Оны бұлай қарағанда түнді айтын адамдар аз, оны шақырымғаймызда жау дегенде, жауымыз дегенде, оны қалай шақырағыз. Оған осы қаласында Литвада Конгресс Фабудыны Росии деген форум өтті. Сол форумға Ержан Тұрғымбай келгенгенде мен де бардым, ол қысымен жеке келдестім. Біріншіден Ержан Тұрғымбай ол блогер, ол политикен мүрек. Политик, оппозиционер деген адамдардың олардың үйімі болу керек, движениясі болу керек, оппозиция, біркен адамдар сәрекет ету керек, митингке шоу керек, бірсізбен күресті бейтсенді түрде үйімдастыру керек. Ауы ғайғына эфирлерде ғойбай, біз қазақстан өміріміз жаман, назарбаев, ұру деген 5 жасыр баланың білетін әңгімесін айтып отырады. Ол біріншіден. Екіншіден Ерган Тұрғымбайдың эфирлерін қарасаңыздар, және де айтыған сөзлерін қарасаңыздар, осында жеке кездестім. Айтатын әңгімелері бұлайын. Путин қазір Қазақстанға басып кереді, Қазақстанға қарсы соғыс жасады, ертем Путиннің билігі құлаған кезде, осында болмайтын бір әңгімелерді айтын жатыр. Құрметті достар, Путин Қазақстанға соғыс ашылды оған ешкандай қажеті жоқ. Себебі, қазіргі билік басындағылардың барлығы Путинге түкелей жұмыс кейт, Путиннің құршағы. Алло, әржам Тұрғымбай мені өйбай тұқағы құрғымы біргіндер, бізге әйтпесі Путин құқыз пастала, тұқағы дипломат, сонған арқасында Путин құқыз бастамай жатордыңдеген Қасында пропаганданы джүргіз үшін сетелің. Өтірді өйлі мені мен қосар өйім МОСА. Саркабылыч, вы можете продолжать. Да, теперь я перейду по поводу 20 ноября. Мы последние две недели активно публикуем программы. Мы говорим, что 20 ноября нам нужно объединиться, выйти в 21 городе. Города мы публиковали. И десятки тысяч людей, объединившись, когда выйдут в различных городах, займут Акиматы. В первую очередь мы говорили об Астане, когда на правом берегу столицы будет занято протестующими, минимум 50 тысяч человек зайдут в Акимат Астаны. Будет сразу организовано временное правительство, будет назначен Аким, город Астана. И такие же действия должны быть произведены во всех городах, в 21 городе. И мы заявили, что участники победного митинга получат вознаграждение от временного правительства. Не я, Мухтар Аблязов, у меня вообще денег нет, чтобы вы знали, я повторяю это миллион раз. Это заплатят временные правительства, как только будут созданы комиссии после победы над режимом. Они увидят фотографии или видео, которые вы покажете в момент, когда вы зашли в Акиматы своих городов. Это будет являться подтверждением, что вы участвовали, и каждый получит вознаграждение в течение 30 дней по 5 миллионов тенге. Полиция, в случае, если перейдет на сторону народа, с оружием, получит по 25 миллионов тенге, и тогда переход власти будет бескромным, потому что на нашей стороне будут вооруженные люди, во-первых, и десятки тысяч протестующих. И нужно занять административные здания, аэропорты, чтобы не прилетело на помощь ОДКБ, я вижу, задают вопрос, а если Путин поможет, он не сможет помочь. И второе, чтобы был интернет, нужно занять здание, где телекоммуникационные здания. Все эти публикации мы делали, я озвучивал, и здесь возникает вопрос, допустим, люди будут, а кто будет организовывать все это. Именно с этой целью я многократно говорил, нужны ячейки, организованные ячейки, люди, которые тысячами должны быть в крупных городах, в Алматы, в Астане, мы вообще считаем, члены ячейок должно быть 5000 человек, и они должны быть впереди колонны, сбоку, сзади, и вести эту большую протестную массу, вести четко, чтобы действовали по плану. Но мне снова здесь задают вопросы, говорят, где есть деньги, я говорю еще раз, резервов в стране 90 миллиардов долларов, мы конфискуем средства Назарбаева 200 миллиардов долларов, 100 миллиардов долларов из них внутри Казахстана, каждый год этот режим ворует минимум 30 миллиардов долларов, поэтому средств достаточно, программа по списанию потребительских кредитов, ипотечных займов, всего прочее, выплата полиции по 25 миллион тенге, выплата каждому участнику протеста победного 5 миллион тенге, на арест Назарбаева Токаева мы объявляем миллиард долларов, миллиард долларов, люди не понимают, что такое миллиард долларов, это 30 тысяч Тойот Камри, 10 тысяч квартир по 100 квадратных метров, вот что такое миллиард долларов, это гигантская сумма, и эти деньги есть внутри страны, и они будут немедленно выплачены в течение месяца, после того, как мы зафиксируем, получим подтверждение, что вы участвовали как на митингах, так перешли на сторону народа и так далее, это несложно, поэтому, уважаемые друзья, надо создавать ячейки, я хочу сказать следующее, если ячеек у нас не будет, то вы понимаете, это будет хаотичное большое количество людей, да, они займут здание, они не будут знать, а кто же будет местные органы власти, кто будет Акимы, зам Акимы, кто будет возглавлять ситуацию, вообще контролировать город, поэтому очень важно, чтобы эти были ячейки созданы, организованы, вот, это очень важно, ну вот, и еще, что я хотел бы озвучить, очень важно понимать, что у нас квалифицированные люди в составе нашего координационного совета есть, члены координационного совета, они будут представлять и будут в составе временного правительства, кто-то из членов координационного совета будет Акимами областей, это высшие органы власти, всего лишь на полгода, затем будут открыты честные выборы, и вы сами изберете своих руководителей на всех уровнях, вот что ожидается 20 ноября, все зависит от вас, уважаемые друзья, типа, кто спрашивает, а кто все это организует, мы вместе с вами. Спасибо за субтитры Алексею. 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 Алексею. Я призываю, субтитры Алексею. Спасибо за субтитры Алексею. Да, субтитры Алексею. Все, что нужно, субтитры Алексею, ставьте лайк, ставьте лайк, ставьте лайк, пишите комментарии, субтитры Алексею.